здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала решила на завтрак приготовить оладики пробовала много разных рецептов но оладики которые получаются с дрожжевого теста нам больше всего нравится в семье поэтому я использую этот рецепт вот замесила тесто сейчас ему надо немножко постоять пока тесто стоит решила параллельно сделать творог у меня как раз прокисло молоко вот так у меня получается пока теста по я постояла минут 15-20 чуть-чуть приподнялась появились пузырьки теперь как раз время жарить как вы видите тесто в то же время жидко но и достаточно плотно и очень хорошо жарится видите какие они румяные вышли вот что у меня получилось я украсила клубничкой достану часть сыров специально для оладиков мы садимся завтрака всем кто сейчас кушает приятного аппетита сейчас я вам покажу какие они получились внутри оладики получились очень мягкие пористые внутри нам такие очень нравятся мы решили сегодня пойти опять на фестиваль посмотреть если поменьше где будет может быть можно будет рассмотреть но я конечно же беру с собой по сравнению со вчерашним вечером конечно людей намного меньше может быть потому что еще достаточно рано мы приехал мы пришли сюда где-то около 12 часов может быть часть дня вот и конечно же нам очень жарко но сегодня хотя бы можно рассмотреть и поснимать вокруг что есть что продают намного лучше по моему сегодня ну вот вчера мы здесь гуляли по правой стороне у них вот игра в футбол здесь якобы там попадание куда-то здесь разные вендоры раскладываются здесь был баскетбол я просто поставила на скорость чтобы пройти дальше потому что мы это все уже тут проходили а мне конечно же интересно посмотреть дальше похоже что вот днем больше с детьми ходят гулять здесь а вот вечером уже как бы молодежь но местная молодежь в них отдых получается здесь от 35 до 45 где-то как они говорят это новые 20 лет но вы не подумайте что это так на самом деле я просто преувеличу но сам факт здесь просто очень поздно взрослеют люди ну как вы видите много тротуар в принципе перекрыт столиками для кафе которые находятся в той этой улице здесь также разная еда барбекю дело что можно купить суши джелату естественно это же привкус италий здесь должна быть итальянская еда итальянская музыка но конечно здесь другие народы тоже есть и конечно живая музыка вот послушайте музыка 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 немножко послушали живую музыку теперь мы двигаемся дальше посмотрим что еще интересненького там есть вот набраком только вот это живая музыка давайте сейчас посмотрим а Похоже, что тут даже телевидение было. Наверное, это какое-то местное итальянское снимают, все-таки это маленькая Италия. Их не праздник. Вот вам цены для информации. Корейская еда, в принципе где-то 5-10 долларов, но порция, конечно, будет очень маленькая, как вы понимаете, и у них достаточно много используют зелени. То есть это будет больше как вегетарианское, что-то такого плана, чем мясо какое-то. Посмотрите, по левой стороне барбекю делают. Вообще весь дым стоит столбом там. Из-за вентилятора как раз весь этот дым выдувает прямо на проезжую часть, где люди ходят. Конечно же, поправим по левой стороне кафешки. Честно говоря, мало очень шатров, где продают разные там вкусняшки и разные пизделушки. Мне кажется, на другом фестивале было все более активно. Вот мы уже почти половина, наверное, больше половины прошли этого фестиваля. И, в принципе, шатры где стоят очень большое расстояние друг между другом и по правой и по левой стороне. Музыка 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 Вот мы уже подходим почти к концу фестиваля. Вот тут на те какие-то стоят столики, что-то продают. Тут одна часть интересная. Вы видели, какой маршрут мы проделали. И, в общем, по крайней мере, вообще ничего не было. Музыка Музыка В шатрах обычно продают частные бизнесы. То есть, если кто-то, допустим, изготавляет ювелирные изделия, но больше как бижутерия, это будет продаваться здесь. У кого-то бизнес продает какой-то вот мелость, типа как носочки, шарфики, это будет, конечно, здесь. Если кто-то изготавляет мыло там какое-то органическое, еще с какими-то добавками, вот они пытаются вот продавать здесь. Ну, вот, вот, все в таком вот плане. Ничего, конечно, грандиозного большого нету, но по мелочам очень интересно. Ну, наконец-то я увидела шатер с одеждой. Тут всегда очень много людей. Здесь продают носочки разные, яркие. Здесь продают спортивные, разные бейсболки с разными командами, как вы видите. Ну, и футболки, бейсболки, там брелки и все, что связано со спортом. А вот в этом большом лимончике продается лимонад. Вот, посмотрите, у девчушек в руках у них надувные шарики, сделанные с фигуркой какого-то зверька или там еще какой-нибудь там игрушки. Проходим дальше. Видите, здесь опять все пусто, ничего нет. Такое впечатление, что они специально оставили место для кафе. Вот кафе, видите, там много стульков поставлено, чтобы, наверное, обзор был. Не знаю, как они так сделали. Вот это вот длинничая очередь. Это картошка фри. Они тут, кто видел, наверное, много видео в азиатских странах особенно. Вот они картошку одну берут, вот так кольцом нарезают одну картошку вдоль, как серпантин получается, или даже гирлянда. И вот они ее в масло кидают, обжаривают. Дип-фрайт называется. И очередь очень стояла за ней. Ну, как же вкус Италии и без итальянской пиццы. Здесь эту пиццу прямо делают на настоящих углях. Вот как вы видите, огонь горит. Ну вот мы уже почти закончили прогулку. Вот светофор впереди и все. Дальше уже продолжается движение. Ну, что я могу сказать. Конечно, маленькая Португалия фестиваль мне больше понравился. Там было больше развлечений, больше шатров, больше малого бизнеса. Как-то было интересней. Здесь большая дистанция. Мало очень, конечно, бизнесов. Много людей, как вы видели. Наверное, может быть, у меня были ожидания очень высокие. И они, скажем так, не очень оправдались. Ну, ничего страшного. Зато было интересно посмотреть своими глазами. На этом я буду завершать наш тур. Ну и, конечно же, видео. Если вы не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Это поможет продвинуть канал. Ну и, конечно же, до новых встреч. Редактор субтитров С.Горелова